Талантливый футбольный менеджер, успешный руководитель и очень редкий гость на телеэкране. Крупным планом Анатолий Капский. А вам часто приходится сталкиваться с завистью? Каждый день. Я могу бить словом и очень жестко. До футбола ли когда в мире разгорается новый экономический кризис? Хвастаться нечем, это объективная ситуация. У вас есть рецепт? Биться, кусаться, держаться зубами, как угодно, свое надо отжимать. Кто первым вдохнул создателя БАТЭ, его главную страсть в жизни? Говорят, что фанатичную страсть к футболу вам привил ваш отец. Я не охотник, не рыбак. Вольно клуб БАТЭ – это мое дитя. А также его путь к вершине. Сильным людям Бог обязательно дает испытания. Я по жизни боец. Падение для того, чтобы ты становился лучшим. Большое интервью в канун юбилея. 50 лет. Это время собирать камни? Или есть еще все-таки желание их поразбрасывать? Я хочу, чтобы для меня это была первая половина жизни. Крупным планом Анатолий Капский. Смотрите прямо сейчас. Анатолий Анатольевич, вас все знают как директора Борисовского завода автотракторного электрооборудования БАТЭ и председателя правления одноименного футбольного клуба. Мы с вами встречаемся накануне вашего 50-летия. 19 февраля. В вашем конкретном случае 50 лет – это время собирать камни? Или есть еще все-таки желание их поразбрасывать? Если ты хочешь добиться многого, если ты ставишь большие задачи перед собой, где бы то ни было – в экономике или в спорте, то необходимо, естественно, вкладывать, требовать максимальной отдачи и эффективности. Поэтому всю жизнь со мной это шло. И вкладывать надо было, и вот клуб же постепенно развивался, шел вперед. И с другой стороны, надо всегда обращать внимание на эффективность. Это наша сегодняшняя беда и проблема. Что, к сожалению, мы часто жалуемся, что не очень хорошо живем. Но в то же время понимаем, что жить лучше, каждый должен работать гораздо лучше. Может быть, уже есть необходимость подводить определенный итог прожитого или мемуары писать рано? Я хочу, чтобы для меня это была первая половина жизни. А как оно получится, как даст Бог? Вы родились в деревне Дуброво, Черенского района, это Минская область. И вообще считается, что те, кто вырос в деревне, они люди более закаленные, привыкшие к преодолению трудностей. Было ли в вашей жизни событие, которое, да, действительно позволило сказать, что оно стало первой ступенькой к закалке характера? Я думаю, что в Беларуси не надо разделять город и деревню. Хотя многие, я думаю, будут по этому поводу со мной спорить и полемизировать. Я родился в деревне и потом переехали в Борисовский район, тоже род в деревне. И этим всегда гордился. Ну, на самом деле, даже в те годы, когда все были больше нацелены на какой-то вот труд, скажем, когда в детстве, кроме того, чтобы поиграть, тогда не было компьютеров. Игры наши были там, где-то возле реки, скажем, на лугу, футбол там, или волейбол, или зимой хоккей. Вот наши были игры. А до того, как играть, всегда приходилось много работать. И я вспоминаю это с особой теплотой и благодарностью к родителям, что они меня к этому приучили. Вы в детстве получили серьезную травму. Да. По сути, два года ушло просто на восстановление. Сколько лет вам было? Больше двух лет. Я, в принципе, восстанавливался практически, наверное, класса до восьмого. Потому что, когда ты год и десять месяцев лежишь на вытяжке и не встаешь вообще. Это был перелом? Нет, у меня практически была раздроблена тазобедренная кость, и у меня нога была короче другой, на несколько сантиметров. И вот это год и десять месяцев. Вытяжки постоянные, ни разу не вставая. Я, кстати, и не вставал за это время ни разу даже на постели. И поэтому я справился со своей болезнью быстрее, чем справились многие мои друзья, которых по несчастью. Ну, мне было пять лет. Если, наверное, моим родителям, папы уже давно нет, мама, слава богу, жива. Для них это они вспоминают. Мама вспоминает сейчас, и у нее слезы наворачиваются. То есть это больше для них было испытание? Да, да. Для меня что? И было испытание потом, потому что, когда я пошел в деревню Демидовка, в Борисовском районе, в начальную школу, то до школы я шел сам. А со школы там первые два класса мама приходила и забирала меня. Я практически шел у мамы на плечах, потому что, к сожалению, нога отекала, болела, и я домой идти не мог. В 20 лет у вас было еще одно испытание. Вас диагностировали онкологию. Три года назад вы вообще пролежали несколько дней в коме. Вы такой пример высказываний, что сильным людям Бог обязательно дает испытание. Некоторые ваши высказывания, они реально это подтверждали. Принимая вызовы, ты растешь, и когда все идет ровно, скучно. Мне доктор говорил, что тебе, может, через месяц надо думать о чем-то другом уже, да? А ты вот там отпрашиваешься на какое-то мероприятие, на свадьбу к другу или еще куда-то. Я сказал, наверное, мне и сейчас от этого стыдно, что я сказал, да я вас переживу. И я никогда не относился к своим вот этим всем проблемам как к чему-то фатальному. Человек живет, и человек счастлив ровно столько, сколько он сам этого хочет. Я полагаю, что можно прожить очень короткую жизнь, но яркую, и слеза у тебя не упадет на щеку, когда ты поймешь, что это твой последний шаг. Я всегда знал, что я выйду из ситуации, и все будет хорошо. Но для моих родных, близких это всегда было страшным испытанием. И я перед ними преклоняюсь, и всегда буду их благодарить, потому что если бы не они, наверное, я бы не был таким уверенным в себе. Говорят, что фанатичную страсть к футболу вам привил ваш отец. У меня сразу возник вопрос, каким образом? Ведь он же был простым агрономом. Я помню, тогда в деревне не у всех были телевизоры. Ну, это конец 60-х годов, у нас, отец тогда еще бригадиром работал, он учился заочно. У нас в доме был телевизор, и вот у нас в доме всегда собирались соседи, там дядя мой собирался со своими друзьями. И из-за этого телевизора сидело, там, не знаю, по 20 человек, скажем так. И это было событие, там, и маме, я думаю, было тяжело, когда 20 мужиков приходили и смотрели футбол, просто же футбол смотреть не будут. И всегда это было. Там папа, конечно, мне привил к этому любовь, но где-то даже в большей степени дяди, которого тоже, к сожалению, уже сегодня нет, дядя Коля Николай Никифорович, ведь и на трактор, и на «Динамо» возил меня именно он. В 2005 году, Анатолий Анатольевич, вы возглавили завод БАТЭ, а в 2011-м вокруг БАТЭ собралось порядка 12 предприятий, да, и вы возглавили холдинг автокомпоненты. Все говорят, что без Капского ни один вопрос на заводе и ни один вопрос в футбольном клубе не решается. Сам футбол, он не мешает руководству таким холдингом? Дело в том, что даже если ты 15 часов будешь работать там на предприятии, то у тебя останется какое-то время, чтобы заниматься чем-то еще. Я не охотник, не рыбак. У меня вот мой футбол – это часть моей жизни, это футбольный клуб БАТЭ, это мое дитя, и поэтому... Ну, знаете, люди по-разному оценивают, и, к сожалению, вот всем не расскажешь. Всегда, когда хорошо, и это правильно, это заслуга каких-то конкретных людей, которые работают там вот рядом со мной, в моем подчинении. А когда все не так, и когда сложно, как сейчас, всегда виноват директор. Но, с другой стороны, я никогда никому не расскажу, что я переживаю и что мне приходится через себя пропускать от того, что все не очень хорошо. Ну, вы знаете, что, в чем мне помог спорт, может быть, те испытания, о которых мы говорили в начале. Я всегда был оптимистом. Даже в самых сложных ситуациях всегда есть выход, и я думаю, что мы будем лучше, и у нас все будет в порядке. И так или иначе, я же вижу, рядом со мной работают люди, и многие руководители сегодня начинают где-то и плыть. Потому что конкретно вот ситуации бывают сложно, и решения не находят, и какая-то апатия наступает, и все остальное, да. Ну, всегда можно вспылить там авторитарный стиль. У меня руководство, можно где-то завестись и прочее, да. Но всегда все должны понимать, что ты веришь в то, что будет результат, и будет все хорошо. Если увидят, что ты проявил слабость, то тебя и ситуация растопчет, раздавит, и люди от тебя отвернутся. Я почему сторонник авторитарного стиля? Потому что я прожил определенный этап своей жизни, и я видел многое. Я видел рассвет страны, в которой я родился когда-то. У меня было очень счастливое детство, и я видел, как эту страну разваливали. Сегодня мы нечасто вспоминаем, что могло все быть не так, как есть. Потому что, ну, я считаю, что от того, что развалился Советский Союз, да, кому-то это нравится, не нравится, как есть. Но ту страну уничтожили предатели. Вот это я знаю точно. То есть вы уверены, что если бы были люди более сильные, этого бы не произошло? Так они и были, но так случилось, что где-то кто-то скромность проявил, или еще что-то, кому-то Бог здоровья и сил не дал. И так случилось. Ну, когда сегодня вспоминают там с особой теплотой, скажем, нашего двигателя перестройки, да, у меня к этому человеку, кроме, вот, скажем, ну, такой праведной ненависти, ну, к старости надо всегда относиться с уважением, ничего нет. Смотрите далее. Клуб купил сербского игрока почти за миллион евро. Только жизнь покажет, вот, конкретная покупка будет оправдана или нет. Вы на сегодняшний день можете похвастаться экономической ситуацией в холдинге? Нет, хвастаться нечем. Это объективная ситуация, и я уверен, что мы ее преодолеем. А вам часто приходится сталкиваться с завистью? Каждый день. Крупным планом Анатолий Капский. Крупным планом Анатолий Капский. Смотрите прямо сейчас. Анатолий Анатольевич, до сих пор вот победа над Мюнхенской Баварией, она считается, наверное, одной из самых громких в истории БАТЭ. При всем многообразии побед, я вообще выделил бы пять матчей. Ювентус БАТЭ 2-2, Бавария БАТЭ 3-1, в пользу БАТЭ, естественно. БАТЭ ЛИЛЬ 3-1, БАТЭ АТЛЕТИК 2-1, БАТЭ РОМА 3-2. Из этих пяти таких громких матчей три состоялось 30 сентября. В разные годы. Я никогда об этом не задумывался, и даже вы для меня открытие сейчас сделали. А вообще вы суеверны? Ну, как все. Я верую в Господа, исповедую православие. Ну, наверное, это грех, но тем не менее, какие-то вот обычаи, какие-то наблюдения у меня есть, и поэтому... Они вот именно во время футбольных матчей сказываются? Там, с какой ноги вы в раздевалку заходите? Или кто первый выходит на поле? Ну, я не знаю, есть какие-то... Я знаю, что результат может быть разный. Проиграть, выиграть можно, да? Но я знаю, что команда отдает себя полностью, до конца, и многое получается, когда я перед игрой сплю очень хорошо. Вот если я отключаюсь, да, если мне глупости всякие не снятся, да, я уверен, что в этот день команда сыграет на максимум своих возможностей вот в этот конкретный день. Футбольный клуб БАТ на сегодняшний день один из самых успешных с финансовой точки зрения футбольных клубов Беларуси. И во многом благодаря, наверное, заработкам в Лиге чемпионов. Да. В то же время своему заводу, то есть заводу БАТ, футбольный клуб финансово помогает. Это действительно так? Ну, всего не очень дорогие деньги. И если деньги брать в банках, это очень сложно. То есть это не слухи, это реальность? Ну да, мы помогаем, и заводам помогали, и каким-то участникам холдинга. Об этом, наверное, никто особо не говорит. Мы не то, что там дарим эти деньги, мы их просто, когда необходимо, когда надо покрыть финансовые дыры, футбольный клуб, имея в распоряжении свободные средства, помогает. И мы за это ни процента, ничего не получаем. В 2014 году глава государства лично принимал участие в открытии стадиона «Мечты», это Борисов арена. Сам стадион на сегодняшний день принадлежит БАТ? Нет. БАТ финансировал его строительство? Мы участвовали в финансировании, но с учетом того, сколько стоил стадион, это была небольшая толика. В основном это были средства Минской области. Вообще, в создании самого проекта, в его реализации, в нюансах спортивных, скажем, потом коммерческих, каких-то потребительских, в том своем видении, как этот стадион должен выглядеть, и что там, какая начинка внутри должна быть, как раз занимались наши сотрудники. Вас считают удачливым игроком на трансферном футбольном рынке. Недавно прошла информация, что клуб поставил своеобразный рекорд и купил сербского игрока почти за миллион евро. Я так понимаю, раз вы кивнули, значит, это правда, да? Не правда только то, что суммы трансфера часто отличаются от тех, которые СМИ предлагают. Потому что есть всякие еще и бонусные выплаты, есть какие-то дополнительные выплаты, потому что, как правило, сегодня ни один игрок не бывает без агентов каких-то или агентских контор и прочее. Но в этот раз журналисты попали? Они попали, потому что разовая выплата такая, да. Но если мы будем на международной арене проходить дальше и прочее, то будут еще и бонусные выплаты. И выплаты очень существенные. Вот такая покупка, дорогая, для белорусского рынка или для белорусского футбола, она оправдана, на ваш взгляд? Только жизнь покажет, конкретная покупка будет оправдана или нет. Но мы купили молодого футболиста, очень талантливого, у которого очень хорошая статистика. Вы с таким удовольствием об этом рассказываете. А какая самая дорогая продажа была? Самые дорогие продажи мы осуществили в Российскую Федерацию. Нехайчик, Бреса, ну, Нехайчик. Прямая выплата первая была, по-моему, 2 миллиона 800, если мне не изменяет память, евро. И там бонусы были, но, к сожалению, не все получилось у футболиста с точки зрения выступления и у команды с точки зрения результатов. А так там потенциал сделки был более 3 миллионов. Если тебе делать хорошее предложение клуб Бундеслиги, то здесь сложно каким-то образом перебивать, или это будет глупость. Это будет высокая зарплата, когда игрок выбьется из общего ряда в команде. А мы стараемся, чтобы был баланс определенный между футболистами, потому что здоровье в коллективе для нас на первом месте. Поэтому, может быть, успехи какие-то. С точки зрения бизнеса, клуб, очевидно, на выгодных позициях. Но в то же время у нас есть еще предприятие. Вы на сегодняшний день можете похвастаться экономической ситуацией в холдинге? Нет, хвастаться нечем, потому что по результатам прошлого года мы получили значительные убытки. Но, опять же, когда кто-то видит эти цифры, они часто не понимают, как эти цифры получались. Дело в том, что, допустим, что такое автокомпоненты? Это продукты, которые имеют достаточно длительный цикл. От закупки сырья до получения выручки проходят несколько месяцев иногда. И вот получалось так, что мы сырье, материалы, комплектующие покупали гораздо дороже, чем вынуждены были получать выручку. Потому что в конце прошлого года мы просто огромные убытки получили. В конце прошлого года и в начале очень много отгрузок ведется на конвейера. И просто драконовские, можно сказать, но это правила игры. Штрафные санкции. Мы не можем остановить поставки нашим потребителям. Иногда пересогласование цен происходит, если оно происходит в течение трех месяцев. Скажем, есть масса индикаторов, которые влияют на эти цены. В две трети продукции продаются на экспорт. И всегда это было выгодно. Но то, что произошло в прошлом году, я понимаю, почему так происходило. Есть какие-то макроэкономические решения, макроэкономические рычаги. Но получалось так, что какой-то длительный период мы не были привязаны к российскому рублю. И это привело нас, скажем так, к большим убыткам. Более того, это объективная ситуация. И я уверен, что мы ее преодолеем. Антон Литович, ну хорошо, вы закончили культовый вуз еще Советского Союза, это Нархоз. Вы закончили Академию управления при президенте, тоже по специальности государственное управление экономикой. У вас есть рецепт, как выжить в стране в сегодняшней экономической ситуации, в сегодняшних условиях? Ну, в принципе, рецепт универсальный. Надо платить за заработанное, а зарабатывать больше. Мы каждый на своем месте, и я не стесняюсь говорить сегодня нашим сотрудникам, должны быть более эффективны. Потому что, к сожалению, многое зависит от руководителей. Часто теряют уверенность в будущем именно руководители. Вообще, я по жизни считаю себя бойцом. И буквально несколько дней назад были в командировке на ГАЗе. Это крупный наш потребитель. Вместе со мной поехало еще несколько человек. Были переговоры, можно это воспринимать как дань уважения руководителю и прочее. Но переговоры, по идее, вел один я. А россияне, они в этом плане такие уже, они себя считают значительно продвинутыми. Они используют, скажем, в ведении бизнеса какие-то западные фишки и прочее. И вот они сидят напротив тебя и ловят какие-то ловушки, допустим, по экономике вот этих поставок. При том, что за прошлый год было масса ситуаций, когда потребители, крупнейшие потребители, вовремя не платили. Вовремя не платили. А вы представляете, сколько стоит в банках ресурсы сейчас и прочее. А мои коллеги стесняются где-то что-то сказать. Я сказал, что за свое надо просто, естественно, уважать партнера. Но биться, кусаться, держаться зубами, как угодно, свое надо отжимать. И вот когда мы научимся, белорусы, быть такими, вот скажем, экономически активными и эффективными, тогда у нас что-то начнет получаться. Если нет возможности зарабатывать больше, нужно экономить больше? Конечно. Об этом и сказано было и президентом нашей страны, что издержки надо сокращать вплоть до четверти. А вот ваша фраза, основополагающей стратегией развития Беларуси, должно стать обучением. Она к чему была? Она была к тому, что, к сожалению, вот сегодня самая большая проблема у нас, что мы не умеем продавать. Это проблема национальная. И для того, чтобы у нас появились эти специалисты, во-первых, к этим специалистам надо относиться с уважением и создавать какие-то системы бонусные, премиальные, для того, чтобы эти продажи стимулировались. Но и учить надо. Я не боюсь уступить свое место, это нормально. Надо любить не себя, а дело, которым ты занимаешься. Это ваше высказывание. У вас вообще есть амбиции, скажем так, на более серьезные посты, в том числе и на госслужбе? Нет желания войти в правительство и помочь ему сегодня в этой ситуации? Я вот буквально на прошлой неделе был у Андрея Владимировича Кобякова. Попросил, чтобы меня приняли, чтобы обсудить какие-то проблемы развития нашего холдинга. И там был он, был Василий Саниславович Матюшевский, первый вице-премьер. Я просто, честно говоря, знаю этих людей уже не один год, кого-то знаю уже десятилетиями. Я вижу, как им сложно, и они все равно стараются быть уверенными в себя. Но я вижу, что физическая усталость накатывает огромное. И это не для меня. Потому что если ты идешь вот туда, на такой серьезный пост, ты должен четко понимать, что у тебя в какой-то момент не сработает предохранитель. Таким образом ты не придашь то дело, которым занимаешься. А я скажу так, слава Богу, вот после всех событий, я не чувствую себя больным человеком. Я вот в 13-м году, когда сделали мне операцию, я ни разу не был на больничном листе. Я каждый день на работе, все, и слава Богу. Это все в руках Божьих. В любой день ты можешь выслушать, ну, дай Бог, не приговор, а что-то такое, что тяжело воспринимается. И поэтому не сложно. И еще, я очень люблю живую работу. Я никогда в жизни не смогу быть чиновником. Просто никогда в жизни. Даже по той простой причине, что я иногда не стесняюсь в выражениях. А это не нужно, это будет вредить делу. Я хотел бы традиционно Блиц-опрос провести. Известный тренер, сэр Алекс Фергюсон, бил звездного Дэвида Бэкхэма в бутсы в раздевалке. Позволял ли себе Капский подобное? Ну, вот с условным, например, Лехторовичем. Я могу бить словом и очень жестко. Родионов – профессор, Лехторович – дед, Павлов – рыжий. А у Анатолия Капского есть тайные прозвища в команде? Я помню в самом начале, когда еще совсем молодой был, и Пунту с Удышевым возглавляли нашу команду. Ну, знаю, что там цихаря Юрий Алексеевич меня называл «Талюсик». Бразилия – это футбол, Канада – это хоккей, Норвегия – биатлон. А Беларусь для вас – это? Биатлон и теннис. У вас не было желания переименовать команду БАТЭ? Пусть этим ребрендингом занимается кто-то, когда меня уже не будет. Недоброжелатели – это обратная сторона успеха и известности. А вам часто приходится сталкиваться с завистью? Каждый день. Кого вы считаете своим учителем? В футболе, в бизнесе, в жизни? В жизни, наверное, это отца, маму и дядьку. Деда моего, который прожил почти сто лет, я от него многое получил в футболе. Много учителей, но главный учитель – Юрий Ивач Пунтус. Я в бизнесе стараюсь учиться у лучших, но в управлении коллективом. Очень многое почерпнул когда-то, читая воспоминания и размышления великого полководца, русского Жукова. Очень всегда почитал и Евгения Максимовича Примакова, и почитал нашего земляка Андрея Андреевича Громыка. Если немного абстрагироваться от спортивного мира и представить, что вы свою жизнь связали, например, с ресторанным бизнесом и стали шеф-поваром, какую бы кухню вы культивировали? Эмоциональную. В Рождественского есть такое стихотворение, где врач беседует с больным, и они обмениваются тем, о чем они мечтали в детстве. И врач, уходя от больного, он говорит, что мечтал вырастить собаку и подарить ее пограничной заставе. У вас есть мечта, которая еще не сбылась? Ну, они у меня все земные. Я хочу, чтобы мои внуки росли, чтобы они были достойными, сильными, умными людьми, добрыми. Я хочу, чтобы мы в этом году выступили лучше, чем в прошлом. Если вот все так получится, как планируешь, я думаю, что мы за этот год должны стабилизировать работу наших предприятий. У нас есть предпосылки к этому. Анатолий Анатольевич, я благодарю искренне вас за этот разговор. Я надеюсь, что ваша мечта футбольная, она сбудется, безусловно, уже в этом году. И мы все вместе за вас порадуемся. За нас, за страну. Когда есть в стране такие управленцы, наверное, у нас будут и лучшие времена. Когда вы говорили об учителях, я не сказал, но появился повод сказать. Я благодарен белорусам и Беларуси. Потому что, если у меня что-то получается, только благодаря той науке, которую дал наш менталитет, наш народ. Если бы, наверное, я жил в другой стране, вот все, чего удалось добиться, наверное, не получилось. И при всем том, что я вспоминал Советский Союз, я сегодня счастлив, что мы живем в суверенной Беларуси. Потому что белорусы сами по себе очень достойный и сильный народ. И вот я хочу поблагодарить, пользуясь случаем всех своих земляков. И пожелать здоровья и удачи побольше во всех наших делах и начинаниях. А вам хорошего празднования. Спасибо. Спасибо. Спасибо.